здравствуйте мои дорогие телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема пионы вы всегда спрашиваете а вы покажите результат а что у вас там получилось я показываю результат значит я вам все время рассказываю как правильно очеренковать то ли иное растение как его правильно поделить если вы купили пион он такой дорогой что просто жаба внутри квакает так вы поделите и я вам показывала как сделать микроделёнки они совершенно крохотные у них одна почка одна единственная и там небольшой кусочек как фаланга пальца вот этого вот корня уже опробковевшего так нужно правильно говорить они крохи долго жили в холодильнике закрытые пленками для того чтобы вот на этом вот крохотном корневище образовались корни мочковатые потому что без корней то они же используя запас того что есть вот в этом кусочке корня они же потом погибнут если корней собственных не будет но это как бы результат пока слава богу я вижу что он неплохой но вот в одном горшочке в одном стаканчике пока не показалось почка ну не показалось тут показалось да из раз два три четыре двенадцати один пока спит ну это очень маленький выпад и я просто счастлива потому что это желтый пион и тошный желтый он не только дорогой он еще же мозг будет выносить долго значит для начала мне посоветовали мои ну знакомые что дерить нельзя это они не приживаются причем мои знакомые это те кто торгует вот этими вещами всеми для меня это странно приживается все главное правильно сделать я их опрыскала слегка водой я их корневине просто выкатала до опудрила и потом только посадила вот в эти стаканчики но здесь есть другой вариант вот это я называю большие пионы видите да я оставила по одной почке на большом корне потому и стакана такие кстати надо с бумагой замотать это совершенно неправильно корни у них я вытаскиваю регулярно я же любопытная такая же как вы вытаскиваю регулярные смотрю если там корневая система белая новая есть немного но есть значит с ними тоже будет все в порядке но это как бы привычный для нас вариант разделить корневище у которого так вот два корня и две почки нет ничего проще ну присыпали угольной таблеткой размололи вот и все что от вас требуется но есть еще один вариант а вариант это когда вы покупаете корневище с почками и вот так вы его должны каким-то образом сохранить до высадки еще раз повторяю все корневище касающиеся название пион немедленно отправляйте в горшки с почвой хорошей плодородной легкой и питательной потому что это растение не попав в землю сразу оно будет там страдания будут в пакете в этот корневище сохнет корни засыхают белые точки галуз которые образуются но просто беда посадили вот вам горшочек для пиона это тоже горшок роза но у пиона всегда очень длинное корневище но не стала уже обламывать там сильно так слегка только но посадила так что почки находятся до самые как бы верхние почки находились на два пальца под землей под землей вот так вот вот поверхность земли вот так а теперь они уже появились то есть идет очень быстрый рост уже все и тепло он стоит на балконе днем тепло солнца очень много и они растут очень интенсивно самое главное чтобы у них корни были без корней даже не мечтайте что там у вас что-то вырастет на этом я закончу а то что-то одни пугалки получились всего доброго и до свидания